Ты согласен с тем, что ты лучший? Ну вот, да, так и получилось. Роллс-Ройс купили уже? Мама там написала, девушка поздравила. Поздравляю тебя, там, это что-то неожиданное. Нам хотелось, мы кайфанули. Ты считаешь себя стильным? Как бабушка говорит, химию сделал. Палыч, кстати, да? Стильный же, до невозможности. Да, мне кажется, он даже больше стильный, чем я. Ты какая-то, корреспондент уже, мы сейчас говорим, вроде начинали. Не, мы еще беремся к футболу, да? Спасибо. Вспомнили это, что мы на тайгу сходили. А Палыч отчитал? Он увидел, наверное, лайк поставил в инстаграме, что ничего такого. После матча, там, кричат, Леша, Леша, ты говоришь, что я Антон, допустим. Чтобы тугорева сделать сильнее, умеешь самому. Но это не значит, что у меня там в голове деньги, машины и девчонки. Друзья, новый выпуск Локаликс с Антоном Мирончиком. Ну, можно, да, всегда, наверное, делать паузу, и пусть болельщики думают, кто же это, Антон или Леша. У меня, честно, у меня всегда были проблемы с тем, как вас отличить. Сейчас я стал конкретно вас отличать, и знаешь как? По взгляду. Да. Да. Мне кажется, что твой взгляд какой-то более, что ли, четкий, уверенный, сфокусированный, не знаю, дерзкий. В общем, по взгляду, да. То есть заметно это, да? То есть ты согласен, да? Нет, я не знаю. Я в смысле, я первый раз вообще от людей слышу, что по взгляду раздельно. Да, я по взгляду. Ну, вот, видимо, по таким критериям. Потом я себя проверяю, что там у тебя, ты более кучерявый, что-то, да? Да, да, видимо. Как бабушка говорит, химию сделал. У Леши не так, Леса, да? Ну, не так, да. То есть это не специально, не химия? По уверенности, вот, ты же, ты реально стал увереннее. У тебя был чуть другой взгляд. Ты повзрослел. Слушай, ну, это любого так будет. Сейчас молодого любого возьми, и через, там, сколько мы сейчас, 20 лет условно, если взять кого-нибудь, 23 его возьми. У него тоже изменится и взгляд, и отношения, и ответственность, и, я не знаю, и он станет сам таким уже осознанно взрослым человеком таким. Не знаю, вот Бара, он как-то 4 года назад пришел, он был таким же дерзким. Ну, вот у всех, наверное, воспитанием. А Леша таким же мягким, мне кажется. А ты и не достал. Леха мягкий за пределами поля. То есть на поле он совсем другой. Вот его можно там увидеть вообще с других ракурсов, если смотреть, то вообще человек очень сконцентрированный, серьезный, и порой даже злой, агрессивный. Только что был закрытый показ у вас фильма «Десятый кубок Лоха». Показали там это тыкание. В перерыве, как Леха тебя втыкал, да? Леха, и там что-то он на камеру еще напихал, как будто там были такие. А за что ты ему пас не давал? Слушай, там в игре очень много моментов таких. Даже, может быть, там не ты с мячом находишься, а где-то там какая-то ситуация, не побежал, еще что-то. Какие-то разноглазия, поэтому, может быть, я уже не помню, что там было. Я слушался, там вроде ты же видишь, что вот, мол, ну, только типа он на свои ноги показывал, видимо, чего-то не дал. Может быть, да, может быть, я в ноги просил, там, или он наоборот, ну, и как-то вот в этом разошлись. Но это нормально, это абсолютно нормальная ситуация, что такие случаи случаются, и где-то на повышенных тонах, мне кажется, это рабочий момент, и у всех бывает такое. А я знаешь, как считал, ну, вот, по-дилетантски, может быть, что ты ему не дал пас и сам заигрался, и что вот, как бы, ваша связка, вы хороши, именно, в связке, что ты стал в большей степени индивидуальным игроком, А Леша, как бы, остался более, стал больше играть на брата, а ты на себя. Слушай, нет, ты говоришь сейчас как-то о глобальных вещах таких, до такого мы еще точно не дошли, и чтобы у меня этот момент, который я больше стал индивидуально искать, допустим, ну, моменты для себя где-то, нежели там, когда, как раньше, для брата. То есть, мне кажется, даже сейчас, если прокручивать какие-то моменты такого, не появилось это. И вы это не обсуждаете? Мы это не обсуждаем, и у нас все на инстинктах, на импровизации, поэтому, как и раньше я говорил, что у нас нет такого, что я специально ищу Лешу. Если он в хорошей позиции, я ему всегда дам, он мне тоже, поэтому тут нет такого. Мы атакующие ребята, у нас, мы 100% будем друг на друга играть. Ну, получается, что Ласьков, Черчесов, многие другие ошибаются, когда они же иногда говорили, что вы слишком честно в друга ищите. Да, ну, не знаю, мне кажется, это нормально, когда люди на таком уровне понимают друг друга, и, ну, не знаю, если это не... Не вредит? Да, не вредит команде, почему нет? Окей, как так получилось, что вот в этом сезоне ты забил намного больше, а вот Леша именно только... Ну, я думаю, здесь в пенальти большую роль сыграло. Все-таки на сборах начали пенальти, и почему-то, ну, у нас как-то всегда было, даже в том сезоне, в чемпионском, по-моему, или даже в первом круге еще такого не было, чтобы я пенальти бил уже кто-то другой. И хотя Юрий Павлович, она говорит, что типа уже назначал типа или ты, или Леша, уже сами кто-то уверен, кто-то и будет бить. И в предсезонке вот зимой это началось как-то, и я подошел, не Леша, а я. И как-то это все началось, и может быть поэтому я больше забил. Ну, не, ну, если с игры посчитать, то тоже больше? Ну, да, Леша, если вообще брать вот эту всю статистику, Леша больше, если смотреть, я больше там где-то на завершении, на голы, передач, наверное, поменьше у меня. Леша больше где-то в конструктив, вот это вот команды сам, как-то вот построение атакующих. То есть, прогрессив, раны вот эти с мячом, да, ключевой передачей. Да, да, больше таких атакующих моментов каких-то тактических, как-то Леша больше в этом как-то направлен на это. Он лучше видит поле? Тут не то, что лучше, он как-то, наверное, приспособлен больше к этому, наверное. Я больше, я просто понимаю, как он играет, и больше, наверное, не я этим занимаюсь, допустим, а я уже, допустим, функцию другую выполняю в какой-то в этом конкретном случае, если, то Леша больше такой креатор типа. То есть, наконец, по сути, можно вот разделить Антона Мироничка и Алексея Мироничка именно по футбольному. Потому что раньше было тяжело это сделать, ну, кроме там ведущих. Ну, да, наверное, наверное, да, да, наверное, больше в этом различие есть в том, что Леша где-то больше начинает атаки, да, допустим, даже начинает атаки, я где-то больше заканчиваю. Но это естественно пришло или Палыч там что-то говорит? Нет, это естественным путем все, это таких как бы целей не было. Леша, наверное, сам это понимает, какие лучшие стороны у него, я это тоже понимаю, я свои где-то понимаю, поэтому, наверное, это все естественным путем и пришло. Болельщики признали тебя лучшим игроком сезона. Ты выиграл вообще с колоссальным процентным запасом, ожидал ли ты этого? Честно, сразу скажу, что куда говорить. В крайне. Все, кто болел за меня и голосовал, очень приятно, что вообще на протяжении всего времени в Локомотиве все всегда мне писали очень приятные сообщения, что когда даже в Эстонии был, возвращайся, мы тебя ждем и так далее. На протяжении сезона всегда хорошо ко мне относились, поэтому спасибо вам большое, очень мне приятно, постараюсь дальше развиваться как футболист и радовать клуб, команду, вас. Поэтому спасибо большое. А то, что таким большим отрывом, ну, не знаю, что-то сказать. Ну, смотри, я честно, я очень обрадовался за тебя, хотя я сам голосование пропустил, потом за этим числом я уже стал думать, а за кого бы я проголосовал бы. И я, честно говоря, не нашел вот одного явно лучшего в этом сезоне, потому что в отдельных отрезках был ты, в отдельных отрезках Леша, в отдельных крых и так далее, как Джефф, важнейший. Да, и я не смог выбрать, честно. Ну, я согласился, Антон, да, но у тебя там под 70%, а у брата 6%. Вот этот сезон, если брать, то это как, допустим, Бузки с Барселонией, его мало кто видит, но кто в этом понимает, большую роль он играет. И там, ну, Месси, это понятно, что он забивает и все делает для команды. Ну, вот, если брать меня и Леша, это, наверное, Леша больше здесь такой скрытую роль сыграл какую-то. Тот же матч с Ини-7, если взять, этот гол, который, не знаю, мне кажется, решающий сезон, это когда Джефф забил. Там уже все на ободах были, я уже помню этот матч. Когда еще тебя забивают и у тебя остается 5 минут, то есть это надо характер иметь очень стойкий, очень сильный, чтобы найти в себе силы, протащить этот мяч, отдать передачу в один-в-один, и уже там исполнение Джеффа, это естественно, но сам факт вот этого вот, того, что это Леша сделал, это вот говорит о том, чем он занимался весь сезон. Награды индивидуальные выигрывают те, кто больше забивает? Ну, так принято, да. У меня не было цели забить больше всех, то есть я играю для того, чтобы победить, и команда победила. Если я забиваю, так хорошо. Ты согласен с тем, что ты лучший игрок сезон? Ну, честно, скажешь, я... Я согласен с тем, что я стал лучше, чем в прошлом, допустим, чем чемпионский сезон, и сейчас. Я стал более уверенным, и в этом плане я рад, что я прибавил. С братом обсуждали? Нет, вообще никак. Помолчали? Нет, он увидел, наверное, лайк поставил в инстаграме, что так ничего такого. Мама там написала, девушка поздравила, а так ничего такого нет. То есть брат даже не поздравил? Он это понимает, наверное, он так понимал, такого, чтобы поздравить, поздравляю тебя, там, это что-то неожиданное, наверное, такого у него не было. Вы же по ходу всей карьеры вот так шли всегда? Ну, у нас всегда так, я думаю, и в дальнейшем так будет, мне кажется, на протяжении всей карьеры нашей футбольной. Вот в эти моменты, когда одному нужно порадоваться за себя, но ты смотришь, а у второго сейчас чуть похуже. Вот тонкая грань. То есть ты считаешь, что это все-таки у Леши чуть похуже сейчас в этом? Нет, ну нет, это процент. У него за него 6 раз, все говорят об Антоне Мироновичке. Слушай, ну вот болельщики реально весной в какой-то отрезок говорили, что с Лешей, что с Лешей, нужно подтягивать до Антона. Те, кто понимает футбол чуть глубже, они с этим, наверное, категорически, конечно, не согласны. Ну, Леша понимает же, футбол глубже, поэтому у вас такого нет? У нас такого нет, и не знаю, сегодня ты забиваешь, он отдает, завтра наоборот. То есть я считаю, что это такие уже внутренние моменты, и мы с ними справимся. То есть в следующем сезоне, в этом, который сейчас начнется, Леша может начать забивать голы, я отдавать там. Ну, дай бог, что так и было. Как удается держать вот эту колоссальную связь между вами? Или это на людях так, а думы вы не разговариваете? Ну, как бы не то, что мы не разговариваем. У нас есть такое, что мы вместе, допустим, сейчас на сборах, постоянно вместе, как и всю жизнь, живем вместе. И можно просто где-то даже не говорить уже ни о чем, потому что мы уже, наверное, не знаю, обо всем наговорились. И где-то иногда берем паузу и просто помолчим, каждый в своих мыслях, в своих делах. Я просто обращаю внимание, как вы на тренировку заходите, поднимаетесь на трибунку вот эту небольшую деревянную, садитесь там двух метрах друг от друга, молча абсолютно переодеваетесь. Обратно так же, вместе, молча, выглядит так, что я все время думаю, что такое вот. Как будто что-то... Ну, да, немножко пробежало, да. Нет, вообще такого нет. Опять же, если с утра это брать, это после сна, то есть, да, мы там сходим кофе попить. Опять же, там поговорим где-то уже в автобусе, он там музыку слушает, я там, может быть, нет. На тренировку пришли, сели, как-то настроились и пошли. А так, чтобы, не знаю, ну, просто я говорю, мы уже, наверное, обо всех темах поговорили, которые возможны. Там, если что-то есть маленькое, мы говорим так. Мы можем спокойно посидеть, это нас вообще не напрягает, это вообще абсолютно нормальная картина. Ну, видимо, это какая-то, не знаю, жизнь в браке, да, спустя двух лет? Может быть, да, может быть, реально. Потому что, например, Федя с Молом, он что-то пошел один на обед, я говорю, что ты как волка-одиночка, он говорит, ну, а как еще? Я говорю, ну, не знаю, вот братья Миша, вот он говорит, я не понимаю, как можно с кем-то жить на сборах, ты типа и так сходишь с ума. У нас вообще нет такого, я говорю, мы, мне кажется, можем всю жизнь вместе быть и молчать, и нам это будет абсолютно нормально вообще. И это никак не повлияет на наши отношения и так далее. Ну, ты от брата съехал? Ну, мы уже давно раздельно живем. Ну, интервью-то мы не так часто берем. Да, мы уже давно раздельно живем, я уже с девушкой живу, поэтому это нормально, мы уже взрослые ребята, у всех, как же, наверное, уже появляются какие-то свои бытовые моменты индивидуальные, поэтому это нормально, что мы взрослеем, жизнь меняется. Как девушка зовут? Даша. Как познакомились? Познакомились на пляже, читала книжку, куриный суп называется, на психологии, по-моему, про психологию, история какая-то, да. И что-то мы там с Лешей гуляли, что-то вдвоем, мы обратили на это внимание. А где? Это в Дубае было. Ооо. Как-то потом пошутили, официанту сказали, чтобы ей принесли куриный суп, и она поела, да. Но она как бы потом удивилась, мол, я не буду есть, она официант ей говорит, нет, ты должна, это твоих друзей, она говорит, у меня нет друзей, накушай. А потом уже я... А вы в это время следили? Да, мы следили, смеялись, но я уже потом понял, что ситуация накаляется, подошел, подошел и все разнеснил. И так пошел. Подожди, вот вы с братом идете? Да, но как бы я до этого уже присматривался к ней. А брат нет? Ну, мне показалось, она сначала вообще маленькая как бы девочка, потому что она выглядит лет на 15, если так сказать. Потом присмотрелся, ну, то есть, да, да, и как-то пошло, и вот так вот. Ты брату озвучил, а если бы он сказал, я тоже ему присмотрелся. Нет, брат уже был тогда с девушкой на отдыхе, да, поэтому мы вместе прокручивали этот план коварный. Так, он тебе помог, да, ты познакомился? Да, потом прогулялись, там могли, всю ночь сидели, болтали, как-то какая-то связь. Да, какая-то связь. Но мне всегда казалось, что если это мой человек будет, то он будет не где-то в инстаграме, я его нашел там или еще что-то. Это будет какая-то такая встреча, легкая, когда ты этого не ждешь, и вот это вот приходит, наверное. И долго вы вместе уже? 25 февраля познакомились, ну вот сколько, февраля, март, апрель, май, юни, юль. Ну, не так много, но дату помню точно. Да, 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 дату помню точно. Она тебя знала? Нет, вообще не знала, кто я, с чем занимаюсь. Ну, то есть у вас сразу завязалось, не потому, что она увидела там в инстаграме? Нет, но она за футбол не слит, поэтому только сейчас начала следить, ходить на матчи, следить, интересоваться уже. Слушай, ну а ты как раз вот 25 февраля познакомились, ты же как раз сразу в следующих матчах выдал свою лучшую серию. Ну вот, да, так и получилось. Наверное, когда окрылен, влюблен. До этого у тебя были удачные отношения? Первые, в 17 лет начались, продлились достаточно долго, 4 года, но потом мы разошлись с этой девушкой, да, и все. Так все, у меня больше не было никакие отношения. А потом был какой-то период, да, когда ты был как волк-одиночка? Одному быть, вот это приходить домой, один, как-то было немного одиноко, скучно, и уже с кем-то хотелось... Серьезного? Да, разделить что-то, жизнь свою. Жизнь свою прям прозвучала очень долгосрочно. Ну, да, почему нет? Ну, то есть ты выстраивая отношения, думаешь вперед? Ну, уже пора, мне кажется, думать. Настолько? Да. Ну, не все скажут, что пора, сейчас вообще он такая, знаешь, датксима, только о себе. Ну, не знаю, мне кажется, это хорошо, когда ты находишь своего человека, и развиваешься вместе с ним, наверное, и делишься с ним моментами радости или грусти, какие там есть, мне кажется, это прекрасно. Помнишь какой-то конкретный момент, когда, не знаю, мы что-то вместе делали, о чем-то разговаривали, и ты понял, ну, вот мой человек? Первый вечер, когда мы гуляли долго, разговаривали, и я понял, что она та девушка, которых, в принципе, давно не видел, и которую я бы хотел видеть. То есть это очень скромный человек, воспитанный, с какими-то приоритетами в жизни своими, и мне это очень понравилось. И, не знаю, поведение, манеры, все это мне как-то подкупило, и вот это вот, наверное, и сыграло свою роль. А сложно было найти, с учетом твоей славы? Если в Москве брать, то, наверное, да. То есть даже до того, как мы познакомились, там, разговаривали, условно говоря, и с Федей, и кто сейчас одинок, там, и еще с кем-то, что это реально очень сложно, мне кажется. В плане определить намерения девушки, да? Да, мне кажется, все очень сейчас настолько, да, если ты плохо разбираешься в людях, тебе подкупят эти все фейковые эмоции, и ты можешь как бы ошибаться. Обжигался? Ну, как это, наверное, грубо сказано, обжигался, но какие-то такие легкие моменты. Ну, ошибался, давай-таки. Ну, да, да, были, да. Обрата? Бывали, конечно, маленькие моменты такие, но так, чтобы сесть и разговаривать об этом, не было никогда такого. И ты сейчас с Дашей вместе живешь? Да, мы вместе живем. И как быстро ты принял это решение? Очень быстро, не знаю, там, за месяц, наверное. Но многие боятся? Многие боятся. Ну, почему нет, когда ты как-то чувствуешь, и тут самое главное, мне кажется, понять, что ты чувствуешь и что к тебе чувствуют, наверное, это, и зачем медлить, потому что у меня было такое, что на расстоянии это очень сложно, и ни к чему, наверное, хорошему не приведет. Это когда ты в Эстонию выезжал, ты имеешь в виду? Нет, это было еще до этого, да. Мне кажется, лучше иметь вот эту тактильную связь с человеком, и тогда ты понимаешь, что это твой человек, и уже знакомишься, узнаешь его, и так далее, уже в быту, и мне кажется, это намного лучше, нежели там на расстоянии встречаться, потом видеться где-то раз в день, и ты не понимаешь, как у человека в быту, как он ведет себя, и так далее. То есть эти моменты все важны. Хочешь быть человеком, будь, да? Да, 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 чего медлить. На тебя повлияло общение с Димой Тарасовым, близкая дружба, с точки зрения каких-то взглядов на жизнь? Я все-таки крестный, поэтому мы всегда очень плотно общаемся, всегда что-то подсказывают, и всегда делятся каким-то своим опытом, и какой-то свой пример из жизни приводит. Я тоже, кстати, крестный отец, другой Миланы. Да. Я не могу себя назвать хорошим крестным, а отцом честным. Самое драгоценное – это время, наверное, которое ты можешь ждать, да, человеку? И какое-то духовное, наверное. Ну вот время прямо сейчас мне нечестно. Да, ну вот видишь, у меня тоже как бы я на сборах, но то время, которое у меня есть, я стараюсь, чтобы она меня помнила, и я вот помню, допустим, своих крестных, и мне всегда приятно было, что когда они приезжают в нашу семью, мы там все сидим, они там с нами, там какие-то подарки. То есть это всегда приятные воспоминания, и я тоже хочу давать какие-то свои взгляды на жизнь, наверное. Будет неправильно, потому что у меня есть свои родители, но я всегда поддержу себя рядом, это тот человек, который должен быть с ней. Вот может быть, повозившись как-то с ребенком, посмотрев на этот институт семьи, дом и все это тепло, может, ты как раз и стал искать подсознательное? Подкупаюсь, но это безусловно, мне кажется, это нормально, когда человек ищет что-то такое, он всегда находит, поэтому я не вижу в этом ничего плохого, в принципе, почему нет. С братом меньше стал общаться, нет? Нет, мне кажется, нет. Ну просто реже ужинать, да, наверное? Ну, наверное, да, таких каких-то моментов больше находится уже. А у брата есть девушка? Он, как и я, наверное, так в то время, просто сейчас немножко взял в этом паузу, и наедине с собой тоже надо побыть, и поэтому, если кто-то и появится, то это неосознанно, он не будет этого искать, и этот человек появится, и он, наверное, почувствует это внутри. Ну, раз ты в серьезных отношениях, ты задумывался уже о предложении? Ну, для меня это как-то, знаешь, свадьба, предложение, это все второстепенно как-то. То есть, понятно, что для девушки это очень важно, мне кажется. Ну, если ты живешь в любви, в гармонии, в счастье, не знаю, не то, что с этим не торопиться, просто надо как-то найти нужный момент, что ли. Мне кажется, я сам это почувствую и буду к этому готов, и тогда уже, наверное, к чему-то приду. Пока сейчас такого нет. То есть, первее счастье как ощущение, чем роспись там? Ну, конечно, мне кажется, да. Хорошо, а вообще детей сколько? Ну, два-три, наверное, два, точно. Ладно, значит, ты с девушкой, и вы, получается, с братом, ну, в четвером не получаете, в троем не ужинаете, или в троем нормально? Бывает, встречаемся, да. Бывает, там, ну, в общем, где-то с Димой, с Настей ужинаем, и он может подъехать. Это, ну, вообще нормально в этом плане. А она вас спутала иногда? Да, нет, мне кажется, она различает, да, я думаю, разные. Тут редко, да? Бываешь, выходишь после матча, там, и кричат, Леша, Леша, и ты говоришь, что я Антон, допустим. Ну, ты не обидишься, автограф, да, что все равно? Наверное, Леша, где-то бывает, что у него там Антон, Антон, ну, там, ну, 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 то есть, это нормально, мне кажется. Ну, для близнецов, я думаю, да. Да, мне кажется, да. А Палыч как? На поле всегда различать по бутсам, мне кажется, это просто так, где-то на тренировке может перепутать. Саламыч? Нет, Саламыч как-то всегда различает. В матче с Сан-Марины вы, наконец, с братом вышли вместе, слава богу, потому что я вот перед матчем думал, если вы сейчас не выйдете вместе, я, наверное, что-то просто в футболе не понимаю. Ну, потому что надо там вскрывать соперника и бегать не без мяча, а работать с мячом, да? Вы понимали, что пора бы уже действительно вот дать вам возможность вместе играть? Да, уже, наверное, да, пора, как бы, через такие матчи, наверное, и выходить на какой-то уровень, не на какой-то, а на уровень уже и сборной. Кстати, я смотрел по первому каналу, и там в первом тайме вас перепутали раз 10-15. Да, мне говорили, по-моему. Да, ну, вы не думали с братом все-таки помочь людям, я не знаю, там, покраситься? Как-то разговоры как-то бывали такие, но что-то я не могу понять, как мне будет, это пойдет все-таки или нет. А ты считаешь себя стильным? Ну, я слежу за этим, да. Не то, что там показы какие-то смотрю, а на каких-то определенных людей, мне нравятся луки, допустим, и слежу за этим, да. И как ты, лук, скриншот, как-то? Как-то для себя понимаю, что вообще за вещи, что за бренды, допустим, носятся, и уже заходишь на этот бренд, ты смотришь, что тебе подойдет, что нет. Заходишь на бренд на сайт, в смысле? Смотришь, там, всегда отмечаю, даже если где-то какие-то аутфиты, кто-то там, где-то что-то, ты заходишь, смотришь, что за бренд, и уже если тебе нравится, ты заходишь, выбираешь. Брат такой же стильный? Да, мне кажется, он даже больше стильный, да, чем я. Кого еще в кого не считаешь стильный? Мне нравится Федя. То есть это не просто у него крутые все бренды там, но он как-то старается миксовать их правильно. Брайан хорошо одевается, Чарли. Чарли? Да. Чарли не считает, что вы хорошо одеваете? Да, я знаю, он говорит где-то, спасибо, Чарли. Я тоже не считаю тебя. Да нет, еще что-то, на самом деле, Чарли очень, ну, ему идет как-то все это такое брутальное. Но ты вот за такое молодежное, ну, макосинок не наденешь, да? Нет, что-то вот с этим тяжело, да. Я могу костюм надеть, там, тройку, наверное, нет, где-то рубашечку, да, почему нет, мне кажется, даже, если смотреть фотку в инстаграме, то уже, когда мы на свадьбу у Димы Тарасова, то есть, очень, я смотрю, и нам реально хорошо в этих костюмах, но молодые ребята, почему нет? А кто самый стильный вообще? Из футболистов, не знаю, очень много, в Англии очень много хорошо одеваются, там, не знаю. Погба, Решфорд, Лигард? Да, мне кажется, это мы видели как-то в Дубае, и ребята реально хорошо одеваются, молодцы, со вкусом, то есть, там, сто процентов можно кого-то выделить. Палыч, кстати, да, стильный же для невозможности. Да, очень, у него вечно такие какие-то, да, уропьяны, все такое, да, там, Форд. Как Палычу удается, как ты считаешь, не выпустить вот из струи времени? Футбол, мне кажется, вот это вот его движение, вот это вот эмоции его держат в напряжении, дает ему импульс какой-то. То есть, он этим живет, и видно, что человек настолько футбольный, что он прям, когда есть моменты переживания, он очень сильно переживает, когда есть моменты радости, он прям искренне радуется, как будто как первый раз. И это очень круто, и с этого можно брать пример, и нужно как бы с этого человека. Я вижу, как вы общаетесь иногда там после тренировок, ну, прям умиляешься, потому что между вами вообще не одно поколение, а два поколения. Согласен, да. Вы слышите друг друга, отлично. Ну, вот в этом плане, да, как-то очень все просто, и даже если какую-то ты шутку эту современную, там, на современный лад скажешь, он посмеется там где-то, и еще может где-то где-то поспасть тебя даже, то есть такие моменты бывают. То есть это хорошо, когда в команде так. Ну, главное, наверное, не перебарщивать, с оборудинацию, конечно, соблюдать, и в этом плане, мне кажется, во всех отношениях с человеком, главное, держать вот эту вот дистанцию, уметь. Окей, заканчивая тему с модой. Ты раньше, как мне кажется, одевался чуть спокойнее, что ли? Это вопрос как раз твоего, не знаю, статуса в команде, ты стеснялся прийти в чем-то слишком вызывающем? Со статусом-то никак не связано, не знаю, все, что нравилось, покупал, и если нравилось, приходил в раздевалку, на базу и так далее, мне кажется, не было такого. Но статус изменился, ты согласен? Я вот со стороны... Ну, статус изменился в плане того, что, ну, наверное, люди по-другому на меня смотрят. Там, если болельщиков Локомотива брать, наверное, он лучший игрок сезона, больше забил, как-то, наверное, больше ажиотажа, а так, сам по себе такой же парень. Команда изменилась, согласен, просто лидеры-то, по сути, там, остаются уже, там, какой год, но сейчас, если посмотреть, у нас игру определяет два воспитанника 95-го и два воспитанника 96-го. Наверное, этого Локомотива добивается, может быть, чтобы своя кровь была, как бы, мне кажется, это правильно, и так должно быть, пытаемся для себя какие-то ставить цели и уже идти к ним. Почему нет, почему, почему не мы, то есть все мы ребята молодые. Наша команда. Да, наша команда, чувствую себя все уверенно в ней, как рыба в воде, допустим, поэтому это нормально. Какой потенциал у команды, как ты считаешь? Ну, естественно, сейчас вот с этим сезоном, наверное, многие ребята ушли. Сейчас будет немножко, наверное, непросто. То есть ты ожидаешь тяжелого начала сезона? Даже не начала всего сезона. Даже всего сезона? Да. Но в целом, если смотреть на пример лигу, а и на состав того же Спартака и Лицейска, мы все равно сильнее. Мы амбициозные, не знаю, мы настроены, мы горим этим самым. Хочется, чтобы все вот эти вот люди, которые сейчас у нас есть, всех их хватило на все матчи, на чемпионаты и на Лигу чемпионов. То есть все силы надо туда дать. И уже и великих чемпионов добиваться каких-то высот и выходить из группы. Думаете, реальную? Мы посмотрим на нее, конечно, понятно, что там мы должны быть реалистами. Но при этом все равно хочется, чтобы на международной арене, конечно, знали команду «Локомотив». Какая твоя группа мечты? Группа мечты нет, но хотелось бы, чтобы, допустим, даже Барселону хотя бы одна команда нам попалась такая. Ну, в принципе, там и попадется, естественно, но посмотрим, какая. Именно Барселона все-таки больше. Ну, интересно. Мне кажется, больше хочется на «Ноукам» сыграть, наверное, этот факт. Мне кажется, не секрет, что и ты, и брат, и Бара – это нормальное спортивное желание, что вы хотите играть в чемпионатах топ-5. И Лига чемпионов для вас своего рода ярмарка, правильно? Чтобы уехать в Европу, нужно быть в голове готовым ко всем моментам, которые там будут язык знать. Учишь? Или знаешь? Ну, то есть я не пропаду. Я знаю, что я смогу там объясниться и с партнерами тем же самым, если попасть в команду. Я считаю, что все-таки нужно не то, что перспективное нужно уезжать, а вот нужно как-то статус набрать, какую-то уверенность и уже тогда ехать с каким-то багажом со своим. Какие бы сейчас ни попались на соперники в Лиге чемпионов, нужно все равно показать свой футбол и расти, чтобы тебя замечали, и тогда уже, я думаю, что после Лиги чемпионов, если ты хорошо себя проявишь, тогда уже те или иные люди должны уезжать. Если вот ты объективно смотришь на себя, на свой потенциал, какой ты клуб можешь вот тут в одну строчку поставить? Ну, я не знаю, даже Валенсия как-то. Слушай, сорвался языка. Да, то есть такие клубы, они не топ сразу, в Германии то же самое, там можно найти там первую пятерку, семерку. В Германию готов ехать? Ну да, там хороший футбол, мы разговаривали с тем же Джеффом, там, Ману нам всегда говорил, уезжайте при любой возможности, потому что там это вообще по-другому все. А что именно? Футбол, то есть ты что за что имя, там, футбол другой, там, люди по-другому смотрят на это все. Ну, футбол другой с точки зрения интенсивности? Интенсивности, не знаю, эмоции, уровень, не знаю, там, ну, какой-то космос, поэтому нам всегда все ребята говорили, что будет возможность, уезжайте. Есть два мнения по поводу футбола в России, развиваются или, наоборот, деградируют. Одно мнение, что развивается за счет новых стадионов, новых арен, второе мнение деградируют, потому что финансы уже не такие могучие и много топовых легионеров, как было раньше, сейчас их нет, соответственно, уровень ниже. Вот твое мнение. Я не считаю, что у нас слабый чемпионат, и те матчи, даже если наш клуб брать в Лиге Чемпионов, да, мы их проиграли, но при этом мы имели возможность, чтобы забирать эти три очка и выходить из группы вообще спокойно. То есть я, как на сегодняшний момент вспоминаю, это было… Но по игре можно в каждом матче. Да, да, поэтому я говорю, что мы ничем не хуже, поэтому спокойно можем. Но ты же наверняка научился очень много отману того же. Безусловно, конечно, когда такие игроки рядом, ты смотришь какие-то вот эти вот в плане футбольного момента какие-то там, на них прямо интересно смотреть и чему-то учиться. Ты говоришь, что чтобы выйти на следующий уровень, там, и ментальный, и с точки зрения клуба, нужно в сборной играть. В сборной Лиге Чемпионов, да, европейские. В сборной вы стали или становитесь лидерами? Я не знаю, как ты сейчас, вот какой, как ты себя определяешь в сборной? Игрок сборной, то есть нет такого, то есть я выхожу когда на поле, у меня нет такого чувства, как я выхожу за клуб. То есть все равно это разные чувства, разные моменты, разные подходы вообще. То есть там немножко, конечно, все равно по-другому. Явно есть куда расти, поэтому выходишь с той целью, чтобы уже зарекомендовать себя как-то там. Два матча подряд и в старте, наверное, ситуация изменилась. Слушай, как-то загадывать и все говорить об этом, что изменилось или нет. Да, вышел два раза, тренер доверяет, значит… Но если бы не вышел, переживал бы еще больше? Ну, наверное, переживал бы, да. Ты доверяешь тренеру и понимаешь, что им виднее и от чего они отталкиваются и так далее. А вы с братом думали, почему на Чемпионате мира мало сыграли? Ну, значит просто не были к этому готовы как-то. Значит лишь просто наше время. То есть вы отталкивались в данном случае от себя? Да. Потому что есть мнение, что просто в сборной играл, не тот футбол. Там разные могут, но мы прежде всего от себя. Вот по поводу Валенсии ты сказал. Ну, это я тебе условно говоря. Да, а если так же условно говорить, ты видишь этот переход с братом или… Нет, я думаю, что если такие моменты будут в жизни, то, мне кажется, все-таки по разным берегам будем. Вряд ли получится. Да. Но можно же. Можно, но понятно, что, может быть, мы это понимаем, что это было бы где-то в плюс. Но там люди все смотрят с другой точки зрения, какой им игрок нужен. Там же все смотрится, отслеживается. Поэтому мы к этому готовы. Вы с братом слушаете рэп. Причем американский бренд, правильно понял? Русский… Русское иногда что-то, очень редко. Ты когда слушаешь, ты понимаешь, о чем читается? Не всегда. Иногда захожу, смотрю там переводы, сленговые слова, какие-то значения их смотрю. И уже тогда, может быть, где-то понимаю, да. Расскажи мне, о чем? Вот если послушать альбом Offset, вот это вот «Папа четверых», то там как бы и как он рост, мама замечала ему отца и так далее. То есть и такие какие-то моменты. Ну я просто сейчас немного отстал от современной рэп-культуры, но в свое время я там рост на Eminem. В принципе, смысл текстов, мне кажется, не особо поменялся. Но у него, мне кажется, совсем другая история. Вот такой более какой-то глубокий смысл. Он что-то пытается прямо именно донести до людей, а не так, что там… Мне кажется, в большей степени, чем то, что ты вот озвучил. Да, 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 мне кажется. Ну я его как-то слушал, но не прям много. Многие говорят, вот там футболисты, там слушают рэп, там тёлки, тачки, там ничего не в голове нет. Как ты относишься? Да я не знаю, не знаю. Но ты сам иногда не задумывался, мол, а реально, о чем у меня в голове, только тачки и тёлки, что ли? Мне нравится просто музыка, мне нравится просто посыл, мне нравится что-то такое… Энергия? Иногда лёгкая энергия что-то, да. Сейчас в последнее время я слушаю «Juicy World», это исполнитель 21 год, что ли, парень. Ну он, конечно, читает о таком там, что-то о наркотиках, о какой-то любви. Может где-то его там бросали и так далее. Ну как-то это, и это не потому что у меня это на душе, а потому что мне просто нравится его энергия, как он это преподносит, и поэтому я слушаю. Поэтому это не значит, что у меня там в голове деньги, машины и девчонки. Иногда, когда смотрю сериалы, я как-то так вживаюсь, и я потом в течение недели во мне замечаю даже замашки главного героя. Ну я… Ну например, вот что-нибудь, приведи пример. Ну не знаю, когда смотрел «Наркос», нет. Но я потом, знаешь, там что-то надел белое поло, выпустил живот и ходил… Да, то есть как-то подсознательно. Да. У тебя нет такого? Ты ганс-то не становишься? Слушай, ну понятно, что когда со своими ребятами там… Вы слушаете это, конечно, там есть какие-то такие моменты свои, где-то столько со своими ребятами можно сделать. Какие-то у вас свои приколы в этом плане. А так там вот эти нацепить цепи, там еще что-то, такого нет. Но «Роллс Ройс» купили же? Ну это нам всегда хотелось у нас. А кто, кстати, именно «Роллс Ройс» купил? Ты или… Ну мы вдвоем с Лешей. Просто ты имеешь начало… У кого стояло у тебя? Ну, допустим, у меня. То есть больше у тебя? А сейчас что с ним? Все нету. Как? Ну мы все от этого… Мы кайфанули от этого. Нам хотелось, мы кайфанули. И все, кто говорили, что это там… вот ребята там поплыли уже… Наверное, они поняли, что потом по игре где-то они… Ну смотришь, что… Абсолютно адекватно. Это не потому, что мы там где-то плавали, летали, еще что-то… Понятно, что люди всегда будут говорить о чем-то таком. Задевать, выводить на какие-то эмоции. Но мы хотели, потому что нам всегда это хотелось попробовать. Мы попробовали это и все у нас… Допустим, сейчас мы на других машинах едем. Это крутая тачка? Это вообще космическая тачка. Это реально… Настолько для человека, что просто ты сидишь и… Кайфуешь. Тебе не надо там на кого-то смотреть. Ты просто едешь и она у тебя плывет, как Титаник. Я видел тебя фотографию, то ли в WhatsApp, то ли в телеге, где ты сфоткался в Ройсе, а там какое-то звездное небо. Да, оно в этом-то и заключается. Подожди, какие-то лампочки там или что-то? Да, какие-то лампочки в стиле звезд каких-то. Поэтому это очень красиво. Ты понимаешь, да, что люди вспомнят тебе Роллс-Ройс, если ты будешь хуже играть? Да, сто процентов. Но теперь до сих пор вспоминают там Бентли Гатаговы. Это вот Гатаговы. Да, да. Вот ты их знаешь, да? Да, вот и я знаю. Понимаешь? Но это неправильно там, допустим. Мы сейчас, если вспоминают какие-то моменты, он там забивал же, понятно, и играл хорошо. Но все вспоминают там вот этот вот его финт, допустим, заменить. В Равенском? Да. Да. И Бентли. Ну, не знаю. То есть, наверное, кто его знает близко, тот знает какой-нибудь человек, а не тот, который там на Бентли катался. А ты бы хотел свой финт? Ну, не такой. Слушай, мне кажется, сейчас столько вообще о футболе и столько всего придумывается и делается, что там уже, наверное, тяжело какой-то свой финт найти, придумать. То есть, ты что-то сделаешь, а там уже там 20 лет назад уже где-то это сделали. Ну, когда у тебя в последний раз было на такой, на тренировке, что ты что-то с мячом делаешь, ты такой «О». О? О! Ну, да. Ну, не было такого, что-то не припомню. Не было. Какой у тебя самый памятный момент в жизни был? В жизни? Да. Можем разделить, давай на футбольном поле. А, на футбольном поле, да. Дебют Залока. Угу. И чемпионство. Прямо вот концовка с «Зенитом», да? Да, да, да. А в прошлом сезоне какой самый яркий момент? В прошлом сезоне? Для тебя, как для лучшего игрока сезона? Ну, больше, наверное, позитивные какие-то кубок выиграли, эмоции, когда, не знаю, там со сборов даже что-то, если взять там тоже очень много позитивных моментов. Так что одно не выдели прям такое, прям конкретное. А негативный момент, ты помнишь? Ну, естественно, там помню. Меня там меняли в перерыве, Юрий Павлович менял там, где там перепомнил момент какой-то, поэтому были, конечно, тоже. Какой-нибудь другой момент? Ну, там, когда мы вспомнили, что мы на тайгу сходили перед «Спартаком». На концерт? Да, то есть там такие тоже моменты были. А концерт был прям накануне? За два дня. За два дня? Да, то есть мы сходили там на этот часик, посмотрели его там и все. Никто не пил там, ничего не было, то есть… А Павлович отчитал? Да. Вот так или при команде? Не так. Но я понимал, что это неправильно. И до сих пор понимал, впредь такого, наверное, это не повторится. «Спартаком», когда Федя, да, пенальти не забил? Да. Да, да. Вы же понимаете, да, что у Федя есть, может быть, на счет пенальти какой-то бзик? Слушай, тогда вообще была такая ситуация, там, оказывается, перед матчем нам там Юрий Павлович говорит, что я вам говорил, что или ты бьешь, или брат. То есть не Федя. Мы как-то, видимо, этого не услышали, у нас какие-то, может, голова чем-то другим была забита. В итоге ударил Федя, ну, случилось как случилось. Федя сам взял мяч? Да. То есть Федя, наверное, хочет как-то… Ну, наверное, реабилитироваться, так сказать, да. Ты не думал, что в какой-то момент, когда счет будет позволять, надо дать ему пенальти? А почему нет? То есть я вообще на это спокойно смотрю. Ну, я к тому, что, вот, как раз говорили о твоем статусе в команде, что ты уже достиг того уровня, когда нужно думать вообще обо всех. Нужно думать о том, как сделать, не знаю, там, Тугорева сильнее, как Смолову… Слушай, мне кажется, до такого еще я не дошел. Чтобы Тугорева сделать сильнее… Если Чарли будет думать уже об этом, как сделать Мурилу сильнее или с Левом, допустим, Миша, если выйдет у него. А Чарли думает? Ну, вот сегодня я увидел этого, что он думает и переживает. Может где-то где-то это эмоционально, но это рабочие моменты. То есть Чарли может себе это позволить. Я себе пока такого не могу. Более молодой Чарли несколько лет назад мне говорил, что может вообще зря его сделали капитаном. Он не такой человек и он пытался быть капитаном, но он другой, он больше какой-то интроверт. Вот если брать капитан на поле и капитан вне его. То есть Чарли капитан на поле. Вот эти все на поле моменты, ну, команды понятно, что их много бывает. Там ходить или что-то там, говорить еще что-то там. Я думаю, Чарли не такой. То есть ему это, он все-таки такой интеллигент в плане, в этом плане. А вот на поле он, как капитан, может себя и спросить и так далее. Допустим, Гарика, если брать. Гарик и на поле мог и за пределами. И за пределами он тоже постоянно что-то говорил. Гарик мог, да. Просто Гарика все очень плохо знают. Потому что все знают Гарика как футболистов, все знают Гарика по каким-то там, ну, понятно, слухам по его карьере. Разговаривающего Гарика мало кто видел. Ну, он может разговаривать, да. Что такое для тебя Игорь Денисов в «Локомотиве»? Что это за стихия такая? Это тот человек, который, видимо, на тот момент он прямо реально нужен был, мне кажется. То есть это было настолько во время еще и чемпионство. То есть это большой вклад он все-таки внес в него. Безусловно, он очень многое дал «Локомотиву». Своей игрой и за пределами, то есть как он мог себе поставить, допустим, это тоже влияло большую роль. Сыграло большую роль. А как Гарик исчез? Видимо, он понял для себя, что уже пора устал, может быть, от этого всего. Сейчас будет пример, метафора, ее нужно как бы не буквально понять. Знаешь, есть животные, которые понимают, что они умирают, они просто уходят. Ну да, да, да. Понял ли это, как думаешь, Игорь Денисов с футбольной точки зрения? Не знаю, если так в целом брать, я думаю, он еще бы года два точно смог поиграть. Может быть, он для себя просто что-то понял. Мы не знаем, что у него в голове, поэтому сложно сказать об этой ситуации что-то. Я с ним не разговаривал после этого и до этого. Какие у тебя персональные задачи на сезон? Для меня, наверное, реализовать весь свой потенциал. Все, что у меня в голове, реализовать это, наверное, вот так вот. А подели, что это в голове? Какой-нибудь, не знаю, финт, условно говоря, маленькие какие-то моменты. Какой-то финт, какое-то действие. Мне кажется, я к себе могу трезво как-то на себя трезво со стороны посмотреть и могу где-то и признать ошибки и не признать. На того себя, когда я хорош, я смотрю на себя и, допустим, где-то радуюсь даже. И понимаю, что вот так вот я должен постоянно играть. И, наверное, вот эти вот моменты какие-то… Какой-то твой лучший перформанс? Перформанс, я говорю тут не о перформансе больше, а вот какое решение я принимаю. То есть, допустим, может быть и бывает и такое даже, что я думаю об одном, допустим, моменте. Сейчас, если у меня этот момент будет, я сделаю так. Но игра как-то вносит свои коррективы и я поступаю по-другому. Но при этом можно было и поступить так, как я подумал сперва. Поэтому такие моменты… Это что? Это эмоции? Может быть, эмоции, может быть… Скорость мышления? Что это? Нет. Может быть, какая-то неправильная оценка ситуации. Потом, если пересматривать эти матчи, можно уже со стороны это все посмотреть и будет видно. Это хорошо. То есть, в плане таких моментах, наверное, реализовать себя и в Лиге Чемпионов себя проявить в большей степени. Если в Лиге Чемпионов у нас будет группа Ливерпуль, Реал Мадрид, Интер. А это возможность там по корзинам смотреть. Что будет в голове? Надо себя показать или, черт возьми, ребята, мы можем увидеть? Ну, естественно, футбол – это командный вид спорта. И если ты не будешь себя отдавать команде и чувствовать себя командой как бы самой, то индивидуальных наград и каких-то моментов ты ничего этого не сможешь сделать и проявить. В Лиге Чемпионов – это результат. И поэтому, я думаю, все-таки, мы больше будем не то чтобы обороняться, отталкиваться от того, что мы можем, допустим, сыграть лучше на контратаке, допустим, в каком-то моменте. Так будет тяжелее себя проявить? Тебе, нет? Да, но зато, если это повлияет на командный результат, то лучше так. Ты чувствуешь, что после вот такого результата, опустим игру, которая давала реальные шансы против Гута Сарай, Шальке и Порту, у нас есть какой-то должок с точки зрения результата перед болельщиками в Лиге Чемпионов? Когда так вот начиналось все, это Лига Чемпионов, понимаем, что мы в Лиге Чемпионов, даже не знаю, какие команды, наверное, никто не загадывал, что мы только вот сейчас попали за сколько-то лет в Лиге Чемпионов, и выйдем спокойно из группы, как ни в чем не бывало. Наверное, это неправильно было так думать. Поэтому и счастливее понимать, какая группа у нас может быть. И они видят то, с каким азартом мы играем. Я думаю, нам больше надо вместе сплотиться вот в этом плане. Когда к нам какая-то команда, как мы приехали на первый матч в Галатар Сарай, там трибуна у нас просто, наверное, ты же был, ты помнишь. Но это ад был. Да. Больше вот в этом плане нам надо азарт, эмоции вот это вот подавить. Понятно, что их не удивишь этим, но чтобы чувствовалась вот эта вот вся семья. Я так понял, что и Антон Миранчук, и команда могут играть лучше. Я думаю, да. Сто процентов. О чем ты мечтаешь? Не знаю, просто быть счастливым. Как-то вот иметь большую семью, чтобы родители были счастливы. Проводить время с друзьями, не знаю. Просто наслаждаться жизнью и иметь большую семью уже и кайфовать с ними. Ну, пока так. Такие мысли. Позитивное мышление, мне кажется, оно обязательно. Ну, мне кажется, в любом ситуации надо мыслить позитивно. Ну что, будем заканчивать? Уже время, в принципе, да. Пора кушать. Пора кушать. Пойдем. Спасибо. Спасибо.